В этом мешке мука первого сорта. Часть продукта только что привезли с мельницы. В ближайшее время муку раздадут малобеспеченным семьям Бишкека и Чуйской области. Но сегодня на центральной базе госмотрезервов имеется достаточное количество муки. Также здесь подготовлены продукты первой необходимости. Все это хранится в соответствующих условиях. В скором времени начнется раздача продовольствия малобеспеченным семьям. В социальных сетях, которые были в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем, в будущем. Сейчас Минсуд развития ведет работу с местными администрациями по составлению списков малобеспеченных семей. В случае непредвиденных ситуаций у нас имеется достаточный запас муки на 3-4 месяца. Сегодня причин для каких-либо опасений нет. У нас на складах имеется достаточное количество зерна. Помимо этого, готовится дополнительное распоряжение о выделении сахара и растительного масла. Как сообщили в Минсельхозе, Кыргызстан полностью обеспечивает себя молоком и продуктами его переработки. В среднем на одном окрыгызстанцах в год необходимо 198 килограммов молочных продуктов. Напомню, что в целях обеспечения продовольственной безопасности была снижена ставка НДС на отдельные виды продуктов. И в то же время со стороны Министерства сельских хозяйств тоже прорабатывается вопрос по обнулению НДС на масличные культуры. Так как у нас есть заводы, но не сырье. Для производства, то есть для ведения в производство таких как заводов, таких заводов необходимо сырье. Для этого направления тоже на рассмотрение кабинета Минсера, в зависимости от проекта постановления. Ежегодно мы получали, то есть Кыргызская республика получала коды на импорт сахара песка и сахара сырца на 40 тысяч тонн. Но в этом году, на 2022 год предусмотрено 70 тысяч тонн по коде, то есть по обнулению, по беспошлиной ввозу на территории Кыргызской республики сахара песка и сахара сырца. Но в то же время со стороны Министерства сельскохозяйства прорабатывается вопрос таких как введение временных ограничительных мер на отдельные виды продукции, то есть те, которым импортозависимы. По информации госмотрезерва, в прошлом году с Россией был заключен договор на поставку 68 тысяч тонн продовольственных товаров. Почти все эти объемы уже поступили и находятся в хранилищах госмотрезервов.